Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что Пугачёва в Латвии успела ещё дать интервью местной журналистке. Заметьте, она российским журналистам интервью никакие не даёт. Здесь она дала интервью, развернутое, большое интервью. Оно скоро появится, и мы услышим, что там она говорила. Напомню, что это первое интервью с момента, как они уехали из России после начала операции. Ну и вот эта журналистка сделали несколько фото с заморским гастролёром мужем Пугачёвой. Люди, конечно, уже успели обсудить, пишут неузнаваемо, постарела, сдала. Вы знаете, вчера прочитал статью, пишут «Чёрная полоса Пугачёва и внесённую в перечень физлиц, выполняющих функционационного агента на территории следствия с министром Ревгалкина». Чёрная полоса, не чёрная полоса, но то, что она очень сильно сдала за эти полтора года, это было видно, у него отменяют концерты, этого стоило ожидать. Почему? Потому что они в России здесь жили, и, собственно говоря, ну, было всё. Они сами приняли те решения, которые приняли вчера в Израиле. Вы знаете, я думал, что это судебная реформа, вот эти протесты. Нет, это из Эритреи беженцы, но, тем не менее, люди, стрельба, ужасные абсолютно были вещи. То есть, увезли детей в самую, знаете, такую мирную страну, что называется. Поэтому, да, она будет стареть. Для него это, ещё раз повторюсь, пропуск в Россию Пугачёва. Если её не станет, к примеру, то он вообще никогда не сможет вернуться, или же сможет вернуться исключительно. Я думаю, что если её не станет, на него заведут дело на следующий день, или в этот же день. Поэтому для него, собственно говоря, наличие Пугачёва рядом – это гарантия безопасности хоть какой-то. Ну, а так, пообсуждать внешний вид, в принципе, что вы думаете на сей счёт. Пишите в комментариях. С вами был Будда Гри. Интересно посмотреть интервью. Интересно, что она наверняка спрашивали о России. Если она прогнулась и как лайма вайкуле Россию поносит, то это, конечно, будет всё. Всё, я думаю, что тогда его наградят делом, а её иноагентом. Возможно, не знаю. Посмотрим, что там она говорила. Друзья, с вами был Будда Гри. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка закреплён. И сразу ещё скажу тем, кто пишет, зачем говорить об одном и том же, зачем говорить о Пугачёве. Как приятно читать ваши сообщения. Пишите больше, друзья. Мальчик похлопал по жопе Киркорова, когда он повернулся к зрителям пятой точкой. Ребёнок, ребёнок хлопал. И его по заднице. Пугачёвщина, мохнатая лава Пугачёвщины, это явление 30 лет уводило людей, сознание людей, души людей от творчества эстрады к шоу-бизнесу, деньга. Поэтому, когда мы говорим об этих людях, вы понимаете, я не хочу, чтобы мои дети воспитывались на том, что они будут видеть, как мужчина в 55 лет Киркорова на каблучках подставляет жопу, извините уже за выражение, именно так, зрителям, и дети хлопают по ней. Я не хочу видеть вот этой мерзости, которая развелась при явлении Пугачёвщины. И поэтому мне бы хотелось, чтобы трансформация произошла в обратную сторону, чтобы эстрада – это было творчество. Поэтому об этих людях нужно говорить. Потому что 16 лет шёл Дом-2, но если, например, вам приятно, чтобы ваши детей дебилизировали, как это происходило всё это время, то, собственно говоря, вопросов нет. Но вот у меня другой подход. Поэтому ещё раз скажу, что у того, у кого есть какой-то вопрос, зачем одно и то же, зачем об одних и тех же. Ну вот за тем, что, наверное, молчали слишком долго. Друзья, успехов, здоровья всем пока. До встречи.